Идет почти нос в нос. 192 и 203 голоса, разница минимальная. По-прежнему сын национального партизана и член партии ТБ ЛННК, в прошлом Улдис Фрейманис, историк из России Александр Дюков и бывший российский дипломат Владимир Семендей в нашей студии. Еще раз, господа, добрый вечер. 673-574-31 по-прежнему. Телефон прямого эфира, а Мамыкин сет ТВ5 ЛВ, адрес для электронных посланий. Господин Фрейманис, а пора отправить на свалку истории, написал Макс. Видите уже, куда посылают господин Фрейманис. Господам из России действительно, написал Нил, действительно ли эти господа не знают или просто показывают, что не знают, что было большим злом, кто вообще создал всех этих Сталиных, Гитлеров, Кагановичей и так далее. Я думаю, что господа прекрасно это понимают, просто боятся в этом признаться. Оскар, кстати сказать, из Швеции написал, жалко, что опять у каждой стороны свои тезисы и только в пропорции черное-бело проходит дискуссия, хотя респект людям и, так сказать, их взглядам. Сергей, кажется, написал, слышал ли господин Фрейманис о местечке Остланд и о планах Гитлера и компании, уготованной для латышского народа. Ну и еще одно от Сигне, уже, так сказать, камень в огород господина Дюкова и Семендея. Смешно слушать специалистов по вопросам истории. Коммунисты замучили намного больше и евреев, и интеллигенций, и женщин, и детей, чем вся гитлеровская армия, считает Сигне. И это ее точка зрения, посланная на мамыкинс.tv5.lv. Господин Фреймани, смотрите, а вы 9 мая к памятнику, который в народе называется памятник освободителям, в Пардаугове пойдете? Нет, я... Вы сказали, что вы вот так респектируете, уважаете тех, кто воевал. Да, но это в свободном государстве не может быть. Когда наши были в 96-м ДНЛК у власти, принял Конгресс 9-й снести. Вот тогда трустость и доблесть из всех появилась. Я говорю, я снесу бесплатно его. До сих пор готовы? Да, если... Не боитесь, которые пытались снести, не полностью их нашли потом, после попытки снести памятник? Нет, я официально не был. У одного уха было на 200 метров от стелла. Нет, официально он не должен стоять, если у власти предатели могут. Как могут за воевателем стоять этот... Хорошо, а вот где нужно чтить миллионные жертвы Второй мировой войны? В каком месте поклоняться геройству простых солдат антигитлеровской коалиции и почтить память жертв, кто был замучен и погиб? Ну, понимаете, я никому не даю советы, вот как это русские дают латышам, кого хотят и где хотят, да? Это их дело, как они хотят их отметить. Освободители или жертвы там и победы отмечать по своим. Я не говорю, что там водка... Пусть по-своему. У каждого народа свои обычаи. Пусть как... А вы с каким-то флажком ездите? Да, у меня на машине... Я еду по Пуртин, у меня на машине всегда латышский флаг. А, Пуртин? И плявлеки, да, да. Русские народы, там, где как раз окупантскую квартиру получали. Да, я... Ни разу колеса не кололи? Не кололи, никого... Потому государственный флаг, почему? Хорошо, а вы можете на государственный флаг Латвийской республики георгиевскую ленточку прикрепить? Нет. Почему? Ну, это что-то киш-миш какой-то, нет. Это, тем более, нет георгиевского. Ни в коем случае. Ну как, это же святой Георгий Победоносец. Православная церковь, в общем, в Латвии объединяет 350 тысяч. Большинство из них граждан, потомственные. В общем, что же нет чеку? Мне это день победы, это день позора. Латвия проиграла. Извините, там, это... Кому это победа, как... Хорошо. Ну, и еще один вопрос, господин Фреймонис. Для каждого, наверное, человека история начинается с истории собственной семьи. Да. И как она хранится в семье, так, наверное, в целом, история хранится в любой стране, в любого народа. Кем был ваш папа? Можете рассказать? Мой отец был, это в латвийское время, он был бухгалтером, он был спортсменом, да, там, этот Даллинж, это мой крестный отец, этот... Солютайс. Солютайс, да, да. Солютайс, да, да. Солютайс, да, да. Солютайс, да, да. Большой, по-моему, по-моему, партсекретаря в Омирском районе, Заринча. А как сказать, ликвидировал, что это означает, партсекретаря? Засада. Засада. То есть убил? Да, застрелили. А за что партсекретаря? Потому что они засаду сделали, машину остановили, они ввезли списки тех, кто не уплатил налоги, там, это значит, в Сибирь людей там надо было отправить. Ну, просто налоги-то надо платить. Да, да, советская власть, это там налоги поставили, тогда еще не было колхозов, да, и чтобы просто разорить крестьян там, всех, кто не уплатил там, да. А сколько так на счету отца вашего? Да, штук шесть, по-моему, где-то там. Ну, таких вот партсекретарей, шесть. Нет, партсекретарей один. А остальные пять? Нет, там чекисты есть, ну, в боях там было, их обложили, там перестрелка. А новоземельцы есть? Как новоземельцы? Новоземельцы. Тем, кому давали землю советская власть? Нет, 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 просто шесть лет там долго. Просто, вот это очень интересно, мы, наш как раз, наш фонд как раз сейчас запустил проект жертвы националистического террора в западных регионах СССР, где по архивным документам мы поименно даем сведения о всех, кого убили пандеровцы на западной Украине, лесные братья в Прибалтике, Белоруссии. А красные партизаны? Мы берем в данном случае тех, кого называют национальными партизанами. Вот, и я когда смотрел эти документы, сейчас у нас, между прочим, в базе данных уже более четырех тысяч человек поименно, и когда я смотрел эти документы, я обнаружил, вот в частности, по Латвии, по Литве, огромное количество новоземельцев, которых убивали за то, что им давали, дала советская власть землю, причем убивали, как правило, вместе с семьями. Вот, и, например, в Литве на Новый год с 46-го, 47-го годов, на новогодние праздники с 25 декабря и, по-моему, до 3 декабря было убито... Января. Января, да. И было убито порядка 80 человек, вот за такой короткий временной промежуток, из которых 11 были дети. А детей-то за что? А вот новоземельцев убивали... Помимо того, чтобы наехали, тут так еще и расходили. Нет, это были местные, это были не русские, это были литовцы. Товарищ Фрейминс говорит, что товарищ Дюков путает во времени. Давали 10 гектаров больших хозяев в 40-м году советская власть отделяла. Да, и некоторые, кто брал чужую землю, там были случаи, но, извините, в 45-м, в 46-м уже никого не было таких случаев. Это же давно, это после входа в немцев в 41-м, да, кто взял чужую землю, там, советская власть чужой раздавала, да, по 10 гектаров отрезал у больших хозяев. Вот тех, так что не надо истории путать. Елена не перепутала номер нашего телефона, это звонил в прямой эфир. Елена, доброго вам вечера, прошу вас. Да, я хотела бы вот спросить у господина Фрейминса, не хотел бы он постоять с плакатом, чтобы вернули памятник Ленина на место, потому что если бы не было его с подписанием Брест-Литовского мира, то была бы Латвия. Спасибо. Не было бы Ленина, не было бы свободной Латвии в 18-м году? Нет, не было бы Латышей, не было бы Ленина, вы знаете же истории, потому что в 18-м году эсеры, да, ее не захватили, Дзержинскую всю советскую власть в церкви, рассчитывая, что Латышей там Лига отмечает, но вышли это... А Дзержинский с каких пор Латышом был? От Дзержинского эсеры взяли в плен уже, взяли советское правительство. Просто атак от Латышей к Дзержинскому перешли? Да, и Латыши пришли в Атси, разгромили этих эсеров и восстановили советскую власть. Не было и, скажем, единственная боевая сила советской власти была, это там латышские стрелки. А Ленин не дал ничего, Красную армию прогнали из Латвии, немецкую тоже в 19-м силой, штыком, прикладом всех выгнали там этих... И кто дал? Это в боях завоеванные свободы, никто ее не давал. Не Ленин, никто. Как же никто? Никто не давал, просто потрясал не мирно, потому что там вынуждены были. Первые месяцы правительство Уманиса на чьи деньги существовало? Значит, она бегала там, убегала. Немцы давали деньги? Нет, Антанта. Немцы, первые месяцы немцы, а потом Антанта. Поэтому, понимаете, все силы, все, как красные, так и, так сказать, белые и прочие серо-бурмалиновые, они в Латвии в тот период, тяжелый, тяжкий период, который для Латвии начался в 15-м году, с того, как первые территории были оккупированы войсками Кайзеровской Германии, по 20-й год все политические, общественно-политические, военно-политические силы опирались так или иначе на внешние силы. Карта Латвии разыгрывалась, так сказать, вот уже по итогам Первой мировой войны. Сначала Антанта боролась с Германией и ее союзникой. Потом, значит, немцев уже после перемирия Компенского использовала Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки, использовали их для подавления большевизма. То есть шла игра, ну и в какой-то момент одна из политических сил, которая делала ставку на Антанту, выиграла, вот и все. Мог победить Пастер Недра, мог победить Петер Стучка. Победил у нас. Немецкий шпион, призратель. Ленин...